Да, коллеги, я хочу, из таблетки, попробую чуть-чуть с одной стороны подняться выше, чуть-чуть и купиться. Поскольку, как мне кажется, уже достаточно много информации на тему цифровой экономики, трансформации и так далее, вливается на нас последние полтора-два-три года, я попробую чуть-чуть расструктурировать, уже на основе, скорее, практического опыта, то, с чем сталкиваемся на одной практике, не только на свой опыт операций, но и на обсуждаемые темы с коллегами, с экспертом в сообществе, но это, тем не менее, все-таки мое наше видение, в основном это не демократические вещи. Три тезиса попробуем судить. Все-таки, что такое цифровая экономика, уже не с точки зрения, чисто инфрациональной составляющей и системы управления цифровой экономикой, как это в Российской Федерации. Поговорим про то, что такое цифровая трансформация, видение уже 2018 года, с учетом, опять же, практики, и про цифровые платформы. В принципе, все это достаточно дискуссионные вещи, поэтому любым критическим, замечательным вопросом только рады будем. И, в принципе, отчасти где-то осмысленно формулировали так, чтобы это было немножко либо альтернативно, либо сфокусировано. Значит, тот хайвер на тему цифровой экономики, да, цифровой информации, которую мы слышим, на мой взгляд, сводится с точки зрения драйвера, да, из того, что толкает цифровую экономику к тому интенсивному развитию, которое мы сейчас видим, сводится к трем основным пунктам. Это развитие технологий. Это, в общем, 80% наверное об этом. Это доступность технологии, ну, которая, как правило, является следствием развития. И доступность информации о практическом использовании этих технологий. До недавних пор достаточно долго можно было сохранять ноу-хау, как процессный, так и технологический. И из-за этого вот эта кривая развития, она была не такой, развитие было не таким символярным, как сейчас говорят, да, а было более спокойным. В принципе, по этим трем пунктам есть консенсус экспертного сообщества, и это, в общем, достаточно очевидно еще. С чем столкнулись именно в последние годы, откуда появился термин цифровой экономики? То есть это не просто экономика, которая начала заправлизоваться, это когда стало понятно, что изменения настолько серьезные, что ими надо отдельно заниматься, выделяется направление в отдельную практику, в отдельную, по сути, науку. Это то, что на основе вот этих трех драйверов появился так называемый цифровой человек. Здесь разные стартовки всего этого, но по большому счету речь идет о том, что мы стали в той или иной форме подключены к одной большой системе, информационный интернет, системы интернетов и так далее, и появилась новая форма отношений. Это, собственно, развитие концепции цифрового человека. И как следствие мы получили цифровое общество. Вот, на мой взгляд, основной драйвер для цифровой экономики это то, что де-факто цифровое общество уже начало складываться еще до того, как государства стали пытаться это фудировать. Цифровые платформы. В левой части те пункты, из которых складываются те элементы, из которых складывается элементная база цифровой экономики. И вот один из них, цифровые платформы, я бы обозначил три таких полярных взгляда на то, что такое цифровая платформа. Первый, это то, что цифровая платформа является принципиально новым институтом, вокруг которого, в принципе, и формируется цифровая экономика, и происходит глобальная цифровая информация. Второй подход, тот, который чаще всего мы сейчас видим, наблюдаем, со стороны классических компаний, особенно классических IT-компаний, то, что цифровая платформа – это набор технологий. То есть то, на чем и раньше зарабатывали IT-компании, IT-инженерии, сейчас это просто называется по-другому. И третий вариант, я бы назвал его компромиссным, это то, что стра-платформа – это алгоритмизированные, стандартизированные цифровые взаимодействия участники некой большой эко-системы. В принципе, на мой взгляд, наиболее отвечающей сути термин – это первый, но для, скажем там, какого-то консенсуса третий наиболее, наиболее компромиссный. Значит, теперь что такое цифровая трансформация? Опять же, здесь можно говорить о трех вариантах, о трех полярных вариантах. То, что цифровая трансформация – это инструмент, это механизм гардинального повышения производительности предприятий. Вот, наоборот, самая нерадикальная, самая консервативная трансформация. И, опять же, это утилитарный подход в том смысле, что многие, кто отвечает за развитие технологическое, организационное и так далее, предприятия, они понимают, что есть такая повестка, как цифровая трансформация, ей надо заниматься, но ломать не хочется. Хочется ставить все, как есть, и при этом быть в тренде. Вот это 80% активности. И это действует не России, а вообще глобально. Здесь суббок развлечения нет. Адаптивный подход. Ну, это последние два года. Это основная история, это когда корпорации классические, которые по-прежнему еще составляют большинство из топ-500 компаний с планеты, спорфортили, что начинают терять инспозиции. И поняли после 5-70 лет проекта первого типа, что это ничего не дает, и по-прежнему активно утесняют те самые новые компании. И после какого-то периода саморепрекции стало понятно, что основная проблема здесь это готовность корпорации, а именно людей в корпорации к инновационному мышлению, к инновационным подходам. И, по сути, трансформация в большинстве корпораций сейчас, да, там, где это не лозунг, а реальная происходящая вещь, это проект по условному названию менеджера и ключевых технических сотрудников. Проактивный подход. Это то, что мы, очень нравится проводить у нас трансформаций. Это, да, тратегический подход. То есть, когда мы трансформацию ставим не как необходимое слово, а как, собственно, синоним слова бизнеса. Понимаем, что бизнес надо строить в формате трансформации отраслей, рынков, захватывая их, а не пытаясь адаптироваться. И, собственно, это есть новая форма адаптации. Просто тот, кто делает это очень хорошо, он становится, там, тем самым дезрактором, то делает это чуть хуже, он становится просто выше, в общем-то. Третьей группы нет. Значит. Виды сразу трансформации с точки зрения подходов чуть-чуть глубокая разметность, да? Значит, как я уже сказал, есть такая история, что мы трансформацию называем централизацию. Второй вариант, который в последнее время активно развивается, это концепция индустрия, там, четыре норы и похожая. То есть, когда мы говорим, по сути, просто о аналогии технологий, но подразумеваем, что некая практическая масса новых технологий, новых технических подходов, объединенных в платформу, дает количественный эффект, который, ну, переходит в качестве, можно так сказать. наиболее популярное последние 5-7 лет в СМИ, формат это до самой мобилизации. Здесь, в общем, классические, там, звезды, те, кто осуществляют переворот рынков и называются компаниями-дезеракторами. Второе, это то, что эти компании, которые пытаются адаптироваться, то есть, они создают новые бизнес-модели в уже трансформированный рынок. То есть, они не то, что даткерос, но они уже входят в тот рынок, который мы сломали. Третий формат, это то, по сути, что и является цифровой трансформацией в контексте цифровой экономики. Это когда происходит объединение интересов населения, государства, бизнеса, создаются вот эти экосистемы, вот эта серая зона, где пересекаются интересы им всех. И здесь тоже два уровня по глубине. Первый, это когда драйвером процесса выступает государство. И, собственно, в случае с Российской Федерацией оно взяло на себя такой роль. И в ряде стран это тоже так же. В некоторых странах, наоборот, государство пока боится брать на себя эту активную роль. Но в любом случае, даже в рамках того подхода, который есть у нас, в Российской Федерации, здесь наиболее рабочий сценарий это там, где есть уже заинтересованность. Есть некая общность заинтересованных сторон, из сторон населения, бизнеса, регулирующих организаций и непосредственно государства. И цифровой экономики Российской Федерации, как сейчас, она на второй волне, можно сказать, как это называется. Это как раз притягивание инициатив со стороны вот таких самоорганизовавшихся сообществ. И вот те направления, которые говорила Елена, здравоохранение, например, транспорт, они вот как раз в частном формате производились. Несколько примеров. Здесь опять же акценты вот о своём направлении, сейчас пройдёмся, это на основе практического опыта. То есть какие-то инспекторы, коллеги могут выделить другие проекты, но это то, что конкретно мы в практических кейсах, проектах выделяем основное. Что происходит с темой цифрового города? Вообще, первая сама идея выделения вот цифрового города смарт-сети и когда-то в отдельное направление она сейчас себя уже изживает. Сейчас речь идёт о единых экосистемах, платформах управления городом, урбанистикой, первостроением и управлением ЖКХ. В значительной степени используются одни и те же данные, одну и ту же проектировку. Он очень тесно связан с динамическими процессами. Поэтому часто можно называть одним общающим термином, но этот термин ещё не сложился. мы его называли цифровой город просто для понимания. Основные тенденции. Первое это открытая платформа. Поскольку в разных странах, в разных городах уже полтора десятилетия идут эксперименты, когда стали анализировать опыт, где это более успешно, где менее успешно выяснилось, что лучше всего это развивается там, где города, агломерации и целые государства создают в каких-то отдельных сегментах или полностью в теме предоставления открытой платформы, дают открытые стандарты данных, протоколов обмена и так далее, и дают возможность частным компаниям создавать цифровые продукты жителям на уровне города, муниципалитета договариваться, создавать вот этот микросовет рынка, самим выбирать, какие они хотят сверваться, от кого, и получилось, что вот здесь максимальное количество тех, даже проект, который мы делаем в России в рамках другой экосистемы, очень много наработок используется вот отсюда. Там очень много тоже open-source решений появилось, это, в общем, действительно как-то же начинка. Как рассказала Лена, в новой волне умного города все строится вокруг жителя. Это звучит, конечно, как лозунг, но на самом деле это принципиально другой подход, потому что основным драйвером предыдущей волны драйвером и заказчиком и спонсором проектов была ситуация, в которой нужно было дешевле, качественнее, эффективнее исполнить те рекламенты, которые существуют конкретно в частности в управлении городом. Есть рекламенты безопасности, есть то, что надо сделать, есть рекламенты по межридовскому взаимодействию, по работе с гражданами. В общем, основная цифровизация шла вокруг повышения эффективности этих историй. Сейчас основной это формат глобального мультиплейса, когда житель в крайней форме может сам для себя решать, в основном тратить 200 рублей в месяц и получать такой уровень сервис, 1000 рублей в месяц и понимать, как это взаимосвязано. То есть так это работает на любом открытом рынке. Соответственно, для достижения этого приходится уходить от классических моноподных моделей и в рамках Российской Федерации Цифровой Экономики также рассматриваются эти варианты. Децентрализация. То, что опять же у нас подсмотрели как у них выяснилось, что проблема цифровизации в области ЖКХ и сети межридов, то у нас есть два больших разных уровня автоматизации это уровень города и уровень управляющих компаний либо какого-то близкой сущности. У нас очень много большой потенциалов эффективности, это уровень района, муниципалитета, квартала и сейчас очень много проектов у нас в России пилот идет по этим направлениям, которые позволяют собрать данные с уровня снизу и перехватить те данные, которые хорошие технологии города и из этого сделать отдельный набор продуктов, который может пользоваться муниципалитет, там, лучше с московьей и какие-то еще уровни посередние и, как я уже сказал, сети менеджмент жкх это такие трайверы с опенсорсом в государственных системах. Просто по формату как аргументируется, да, бизнес-кейс при формировании, например, региональной, муниципальной платформы жкх, проводится анализ типичных проблем и предлагаются варианты решения. И, собственно, в чем новизна и куча ситуаций, стало понятно, что все вещи, которые можно решить просто автоматизация, это употребленная архитектура и из практики, да, стало понятно, что чистой автоматизацией многие вопросы уже решены и какого-то большого там заделания нужно делать вот те самые микроэффективные рынки услуг, да, которые позволят и цифровизацию подтащить нового уровня и, собственно, периметироваться на граждан. Интересно, тема Гавтек, она не так часто звучит, потому что, по большому счету, она во многом стала синомим цифровой экономики, но это чуть-чуть хуже тема. Что здесь происходит? Опять же, открытая платформа, опять же, КЧП. Ну, ладно что, что сектор одним из последних сориентировался и перескорился на новый подход цифровизации своего атмосфермации и очень быстро сейчас нагоняет и в России, и там. За рубежом очень многие масштабные интересные проекты они ведутся в сегменте Гавтек. И три основных причины, это то самое накопленное вставание, то есть, условно, люди уже здесь, с пониманием, с готовностью к цикле, государство еще здесь вот этот вакуум создает, конечно, большой потенциал. Пришло новое поколение руководителей, которые продолжают мысль в цифровом формате, и цифровые платформы сами по себе механизм, который все более и более привычным становится, он позволяет объединять эффективно интересы государства, населения, бизнеса, законченной цифровой системы. Как пример, здравоохранение тоже дискуссионная очень вещь, изнутри этого очень много разных точек зрения, но, что интересно, это тоже сейчас эта отрасль становится драйвером для многих вещей, в частности, системы, национальные системы управления данными во всем мире, и в Азии, и в США, во многом ориентируются на тех успехов и не успехов по централизованным системам управления данными, которые обкатаны в здравоохранении. И именно в здравоохранении опробованы первые ГЧП форматы по управлению данными. Управление данными, продажа данных, там есть очень разные интересные модели, сейчас, в общем, антисфор экономики, они тоже анализируются. Телемедицина, да, ключевой технологический драйвер, но это, скорее, тезис 2017 года, сейчас, в 2018-м, уже искусственный интеллект, назовем его так, агнитивные системы, это то, как чего строится, открывает информация здравоохранения, потому что они позволяют управлять риски децентрализации, то есть, отделить максимально суждение врачей, врачебные ошибки, и, собственно, исполняющую часть, и вот, экспертная система в медицине, и шины управления обмена данными, которые строятся с применением этих систем, это действительно поливная вещь. да, регуляторная песочница здесь, опять же, являются, агнитивные травы ранения являются локомотивом с точки зрения отработки, поскольку риски очень серьезны, и, вот, жестче, чем там, наверное, не бывает регуляторных песочниц, и у нас, и за рубежом. Это тоже, опять же, как пример, из партий, как формироваться модель, было стало, что это дает, какие это возможности для трансформации, здесь это для вертикальной ведомственной медицины, то есть, телемедицина завтрашная, что она будет давать. Некоторые пункты уже стали, то есть 17-е годы, вы стали, только телемедицина и сейчас, и, такой формы более виталий. То есть, как в принципе формулируется возможность трансформации. по моему цифровой платформ. Первое, вот с вами, на который есть смысл ориентироваться в России, вы, наверное, видели эту картинку, это классификация предложенная, предложенная, утвержденная, можно сказать, в рамках программы цифровая экономика. Три типа платформ. Инфраструктурная, прикладная и инструментальная. Немножко сложновато, на мой взгляд, это определение, я бы попроще сказал, что инфраструктура, наверное, когда все скидываются и получают инфраструктуру общую, в том числе, государство в этом участвует, не только финансовую, но и регуляторную. Предкладная, это так, когда в рамках отрасли, как правило, в рамках отрасли ставится платформа, которая поменена общей инфраструктурой, есть еще общая регуляторика, общие правила, бизнес-правила, снижает, продолжается транзакционные издержки. И инструментальная цифровая платформа это уже такая настройка B2B, чтобы в рамках больших экосистем компании могли создавать свои цифровые продукты. Как пример того, что это уже как говорили. Классификация программы цифровой экономики. Некие альтернативные классификаторы, их там с десяток, наверное, можно назвать ничего вообще. Нет, упоминаю, что часто в экспертных сообществах, чаще даже в бизнес-сообществе у нас может такой тезис, что в отрасли A уже есть платформа цифровая, B2B платформа, и нет никакого смысла в этой отрасли пытаться что-то новое запускать. Это не так. Уже есть много примеров, когда появляются новые платформы, в тех отраслях, которые оказались заплачены. Здесь работают принципы биологические системы, джунгли, то есть там для разных, в рамках большой, биологических, здесь маленькие, и всем находится место. Это формат вариантов представления платформы государственного управления. Это вот концепция, который центр разработок. Создан она нам идеологически просто нравится, как презентация. Да. Но в целом состоянии достаточно хорошо описывает, как должно это быть. Здесь основная идея в том, что есть сервисы, marketplace. То есть по-простому, жители могут выбирать, что они хотят, население. Второе, что есть уважение коммерческой компании, я специально люблю, это тоже очень важно. даже из первого ряда это не особо-то читаем. Ровно. А что ж говорить на другие виды? Такая инфографика задумана, да. Я бы потом установил, что здесь как бы три тезиса. На мой взгляд, много сделано. Есть два акцента по тому, что у нас в России в рамках государственной платформы смотрят позитивно на то, чтобы появились приложения коммерческих компаний цифровых продуктов. То, что в целевом состоянии должен быть компетплейс и сервис для граждан, для бизнеса. Тазовая логистика. Можно даже не проходить отдельно, просто обратите внимание, что в принципе драйверы очень похожи. То есть драйверы профессиональные, они те же самые. Отличаются только драйверы технологические. Здесь интернет вещей и умная подключенная инфраструктура. Пример. бизнес представления цифровой платформы тоже из практики здесь много чего вырезан. Но основная концепция в том, что когда формируется бизнес-модель платформы, мы рисуем не платформу, мы рисуем экосистему. и в этой системе основной надо найти всех бенефициаров, то есть всех всех кто что-то хочет, кого что-то не устраивает в текущей в токах сейчас функционирование системы. А также найти тех, кого в общем-то все устраивает, но те, кто при трансформации могут как-то постармать и для них надо тоже думать как сключить вот эти последствия. Для логистики это, естественно, компании, которые возят, компании, которые отправляют грузы, те, кто поставляет сервисы. В большинстве это очень похожая история. Сложнее становится, когда мы спускаемся вниз, там уже появляется много виталий. Это формат, как раз те болевые точки, на решение которых платформа должна быть ориентирована. Коллеги, для меня, в принципе, все. Красиво. Здравствуйте. Материалы, которые сегодня у нас демонстрируются, будут предоставлены, выложены на сайтах, поэтому возможности знакомиться с теми материалами, которые где-то будут видеть, будут вас предоставить. Я предоставлю слово этого документа. Немножко поговорим про профессиональные колокады, организования, цифровая циферизация в этом направлении. И потом достаточно будет времени для того, чтобы пообсуждать какие-то открытые вопросы, которые у вас появились.